Баттон скажет имя игрока, который играет в игре. То есть сейчас скажут мое имя. Давай. Джим? Прости, я должен быть объяснен. Сейчас, сейчас, баттон только скажет имя Джим. Но, конечно, в последнем игре, этот баттон скажет вашим имя. Какой же имя это. Меня не зовут Джим. Как бы вы играете рольплеера Джим, чтобы действительно симулировать полную эксперименцию этой функции. Просто играй вместе. Я помню, что ты любишь это. Окей, здесь мы идем. Давайте вздохнуть. Я Джим. Я Джим. Я Джим. Я Джим. Я одинокий студент, который проводит все свободное время. Играя в игры и постоянно мастурбируя на аниме. Я понимаю то, что это деградация. То, что я абсолютно неудачник. Я кончу. Мои родители меня не любят. Я постоянно играю в доту, в апекс. И то апекс я играю немного, потому что у меня комп не тянет. Я очень сильно обожаю атаку токийский гуль и атаку титанов. Я представляю себя там персонажем, который является военным преступником. Это я. Я всегда представляю себя злодеями. Я всегда представляю себя американским психопатом. Я всегда представляю себя невозмутимым персонажем из фильма Драйв. Я всегда представляю себя Саски или Итачи. Но на самом деле я не Саски или Итачи. Я кончачи. Я конч. Но я боюсь и в этом признаться. Если разрушится моя иллюзия жизни, то тогда я сойду с ума. Я Джим. Привет, Джим. С днем рождения. Спасибо большое. Джим. Это я. Это я. Джим. Это еще сложнее. Если это была единственная новая функция в Стэнни Парабл 2, это бы все равно будет. Ты Титанов не смотрел. Че ты их срешь, сказал Сейбер, у которого имя. Сейбер 148228, чье имя очевидно Джим. Но я еще раз нажму. Блядь. Она просто провалилась с текстурой, блядь. Спасибо. Продолжение следует...